Друзья, Айкас Галстян, мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе. Вдруг стал мастером спорта международного класса по практической стрельбе. И вот этот человек приехал на русские сезоны. На первый матч русских сезонов он его отработал четко. И на сегодняшний день занял первое место в классе стандарт. Айкас, поделись опытом, как так получается из борьбы в стрельбу? Ну, спорт есть спорт. Поэтому, если ты занимаешься активным спортом, то надо продолжать. Не получается без спорта. Ну, спорт есть труд, методика, психология. Ну, я разницы не вижу. Главное, чем было заниматься. Я получил за очень короткий срок добиться званием мастер спорта. По сути, меньше, чем за два года. Ну, у меня был хороший инструктор, хороший наставник. Поэтому я усиленно тренировался, как и прежде, как борьбой занимался. Я всегда был трудолюбовым, ну, чтобы до конца довести дело. Ну, занимался, старался, получилось. Я знаю, что ты очень любишь изучать, анализировать результаты своих выступлений, смотреть, сравнивать. И, по сути, ты хороший методист. То есть, ты знаешь технологию, знаешь психологию, умеешь все это делать на практике. Ты можешь поделиться опытом для начинающих стрелков, как вот им построить свой тренировочный процесс? Ну, недолго, просто вот основное. Ну, для начинающих стрелков я могу рекомендовать, чтобы они не спешили. На точность работали первоначально, потому что, когда привыкнут стрелять точно, а скорость сам себе придет. Ну, будут уже работать над этим. А когда изначально на скорость работают, потом хотят точность, ну, трудно уже концентрироваться, собраться. На самом деле, надо понимать, когда стреляешь, надо понимать от стрельбы, от твоих движений, рук, куда попал, как попал. Надо, в первую очередь, с точностью стрелять, не надо спешить. Ну, это может какое-то время, стрельба это терпение. Если терпения нет, то стрельком вряд ли. Когда после сигнала таймера все правила из головы вылетают, и человек несется. После сигнала таймера надо дышать. Дышать и не забывать об этом. Ну, перед этим надо выпустить воздух, дышать. Потом и настроить себе, когда и будет сигнал, не будет сигнал. Надо дышать, и все. Не надо думать, что будет. Надо думать, как правильно всю технику выполнять. Должно знать, что будет, как ты говорил. Ну, это придет уже с опытом, должен знать. Но если люди работают на точность и на это выделяют больше времени, они это понимание побыстрее придет, поскорее придет. И вот ты приехал на русские сезоны. Первый матч в серии. Тверь, Тверская область, Сосны, Лес, Грибы, Ядер. Очень классный матч, Борис. Очень мне понравился матч. Я бы хотел, чтобы почаще эти такие матчи проводили. Мне очень понравился. Настоящий пистолетный матч. Тебе большое спасибо. У тебя талант, чтобы я увидел матч. Честно говоря, когда я увидел, что ты организовываешь, очень обрадовался, что ты этим загорелся. И у тебя это очень хорошо получается. Очень хорошим матчем, я очень доволен. Почаще бы таких матчей на свежем воздухе. Айказ, я приглашаю тебя на все матчи русских сезонов. Ты будешь нашим почетным стрелком, моим личным гостем и амбассадором. Нести вот эту идею в массы. Сейчас на Айказе майка. Экстрим кап, который организует Любор Новак. Великий Любор Новак. И вот Айказ в этой майке на русских сезонах. Обещаю тебе следующие сезоны в майке сезонов. А это я пришлю Любору, чтобы он нами гордился. Что мы тоже можем. Ваши с удовольствием. Спасибо большое. Спасибо тебе, Айказ. Спасибо тебе. Спасибо огромное, что почаще так было.